Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тель-Ави в стиле жизни. Сегодня мы с вами будем делать макияж и обсуждать разные косметические новинки, рога и что такое за животное, напа. И все это будет в течение следующих 40 минут, поэтому возьмите себе чай, косметику тащите, делайте макияж, я не знаю, делайте, мойте посуду, делайте что-то, что вы любите или наоборот не очень любите, чтобы как-то я вам помогла скоротать это неприятное время. Приятного просмотра и хочу напомнить, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал, заглянуть ко мне в инстаграм, Ксения Тель-Ави в инстаграм и все, приятного просмотра. И в жизни сегодня мы с вами делаем макияж, почему-то камера как-то, лицо освечит более розовым, здесь более белым, не знаю, свет наверное так падает, а если я этот свет выключу, может быть будет у меня. Морда стала еще краснее, а шея еще серее, ладно, может быть поднять повыше эту лампу. Короче, вы все знаете, как я выгляжу, кто не знает, но думайте, что я разноцветная. Итак, сегодня мы с вами будем делать макияж, как я сказала, главное, чтобы, что у нас здесь, вот это мне нужно, чтобы мусорка здесь не торчала, из которой может торчать все, что угодно. Итак, я уже увлажнила лицо своим любимым кремом от Элизабетта Ордена, намазала под глаза какой-то простенький крем, и сегодня мы с вами начнем с тестирования нового продукта. Вот такой марки, марка называется Нуэлия. Давайте, нуэлия, открывайте, сейчас я вам покажу, какая красота внутри. Все не просто так, и посмотрим, работает он, вернее не так. Я уже попробовал этот продукт на своей домашней морской свинке. Защитники животных, расслабьтесь, выдохните, все нормально. Моя домашняя морская... Не надо кричать, заберите у нее морскую свинку, чтобы она над ней не издевалась. Моя морская свинка домашняя, это мой муж. Защитники мужей тоже можете выдохнуть, и не надо кричать, заберите у нее мужа, чтобы она над ним не издевалась, потому что мой муж любит, когда над ним издевается. Он, знаете, такой мазохист, он любит, когда его мучают, издеваются, там кремиком намажут, еще что-то такое ужасное сделают. Итак, протестировав этот продукт на своей домашней морской свинке, я решила, что он достоин того, чтобы я вам его показала. Потому что не все я вам показываю. И как-то у меня где-то год назад был подобный продукт. И я его тоже получила на какой-то презентации. И я его просто выбросила в мусорку, целую коробку, несмотря на то, что он стоил дофигища и больше. И многие про него говорили. Я его выбросила, потому что я его протестировала до мужа. И он ложился, знаете, как... А что-то мне это напоминает. Что-то мне это... Мне это, знаете, что он акрил, вот такой розовый акрил, который кладут на ногти. Вот так он ложился. Я не стала вам об этом рассказывать. Я просто его отправила в мусор и сказала до свидания. Сейчас к нам пришла фирма Нуэля. И протестировав, я поняла, что я хочу вам про него рассказать. И здесь, смотрите, как все красиво. Тут даже мне написано личное послание вот здесь. И тут у нас непосредственно крем, а тут у нас такая сыворотка типа для лица. Но я бы ее отнесла не совсем к сывороткам. Но сейчас вам расскажу. Значит, здесь мы открываем. И выпало тут у меня вот такой вот шприц с кремом. В чем фишка этого крема? В общем, наносите под глаза, на какие-то мимические морщины. Это типа филлер, ботекс, что-то такое, что не убирает вашу мимику, при этом разглаживает кожу и заполняет какие-то морщины. По-моему, очень даже неплохо. И здесь тоже я протестировала уже вот это средство. Сейчас, конечно, белый будет мне засвечивать. Вообще баланс белого будет беситься. Вот такая вот баночка. В ней такое, знаете, суперсиликонистое нечто, что очень хорошо покрывает и выравнивает вам лицо. И очень хорошо его будет использовать на какие-то мероприятия, когда вам надо, да, вот прям все выровняйте, чтобы все было супер. Вот для такой цели. Или там вы с утра недоспали, встали, у вас как-то лицо все, да, вы раз его заровняли. И оно реально, я пробовала на руке, на своей морской свинке, оно лежит очень даже вот просто, знаете, не как просто тупо бархатно, как праймеры покрывают. А оно как-то все вот это вот натягивает, выравнивает и как бы становится очень даже вот и на руке, и на мужа выглядело хорошо. Мы с вами начнем с крема. Это я положу в сторонку. Наносить этот крем нужно ватным диском сначала. Смачивайте ватный диск. Я даже зеркальце себе приготовила, чтобы примерно попасть туда, куда мне надо. Правда, я еще не знаю, что я где буду себе выравнивать и куда буду наносить, но что поделать. У меня здесь, кстати, леггинсы. Кто-то думает, что я прямо в майке и без сего нет. Леггинсы тут и майка. А то ходит миф, что блогеры снимают без штанов. Ну, в общем-то, для меня леггинсы, если леггинсы с майкой, это практически без штанов. Но так как вы не видите поп, в общем-то все нормально. Короче говоря, ватным диском вот таким образом. Я не думаю, что реально на мне вы увидите какой-то эффект, потому что у меня, как у анемика, единственное, что бывает, это синяки под глазами. У меня не бывает каких-то там... Один раз у меня был такой смешной мешок под глазом, под одним отек. Я была где-то по работе на каких-то спортивных сборах. Я встала на утро, видимо, на той стороне, где я спала. У меня просто вот так вся вода собралась. Это был просто аншлаг. Под вторым глазом все нормально, под одним вот так. Я так смеялась, надо было что-то сфотографировать. Но я выскочила с таким смехом на улицу, нашла мужа, и мы давай вместе смеяться. Потому что это было просто, как будто, знаете, как в перчатку резиновую налили воды, вот так вот ее стянули. Вот этот вот был у меня под глазом. Это было настолько забавно. Давайте, знаете, куда я нафигачу эту штуку? Вот сюда. Где у меня вот здесь... Меня часто спрашивают, что у меня здесь за странное морщины. Почему, с одной стороны, это не странная морщина. То есть у меня здесь есть мимические морщины. Но это даже не морщины, это мимические складки. И в одной из них у меня след от... Как у нас у всех, наверное, у детей Советского Союза, от этого, от ветрянки. Я заметила, почему-то у многих он именно на лбу. Вот где-то вот в этом районе. У меня он попал в аккурат вот в эту мимическую мою складку. Ну, что поделать, я сильно из-за этого не переживаю. Ботокс колоть я из-за этого не буду, потому что... Потому что я должна делать такое лицо, если я не смогу его делать. Кстати, помните, как в этом секс-большом городе Саманта, когда пришла делать ботокс, и ей там такая... Стоит медсестра такая со шприцом и говорит, перед тем, как делать укол, мы предупреждаем всех наших пациенток, что вам будет тяжело выражать свои эмоции. И вам иногда надо будет сказать, я очень-очень злюсь. Короче, берете, открываете вот этот вот, ну или шприц, он такой увесистый, прикольный, классный, хорошо сделан. И, соответственно, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, видимо, все ушло на морскую свинку. Нет, еще осталось. Чуть-чуть выдавливаете вот так вот капелюшку, что я вас как-то далеко совсем сегодня поставила. Ну ладно, вы знаете, что такое чуть-чуть, вам не надо показывать. Я думаю, все здесь люди умные, образованные. И вот эту капелюшку берете на влажную кожу, не на мокрую, на влажную, наносите. Наносите и распределяете. Оно должно убирать отеки и выравнивать кожу там, где вы это непосредственно нанесли. И, как я вам сказала, что мне нравится в этом продукте, что он не наносится розовым акрилом под глаза, как уже бывало, и я это видела. И поэтому есть продукты, про которые я вам не рассказываю. и я не считаю нужным оправдывать какие-то недостатки каких-то компаний. Я просто считаю нужным иногда не рассказывать про то, что мне, я не знаю, вы видите разницу или нет. Я вижу, оно реально выравнивает кожу. Даже если у вас нету каких-то там припухлостей или морщин, все равно есть анатомия лица. И вот если вы хотите прям на вечер выглядеть прям вот супер-дупер. И вообще, я сегодня сделаю день, такой вы будете смотреть на мое лицо. Я сейчас пойду еще вложек поснимаю. Может, это будет в следующем видео. Я не знаю, смотря на сколько мы с вами здесь разболтаемся, но тем у меня много. Максимум в следующем видео я вам тоже напомню, что вы должны посмотреть на этот продукт у меня на лице. Значит, нанесли сюда. А так как вы знаете, как выглядит мое лицо, потому что я снимаю постоянно и даже не утруждаюсь брать селфи-палку, ну, просто потому что я ленивая. У меня лень ее каждый... Вернее, не так. Так мне надо... Нет, я так не достану. Пинцет взять. Я увидела лишнюю бровь. А это редкость. Это большая редкость. Если увидела лишнюю бровь, выдергиваю ее скорее, потому что обычно бровей лишних не бывает, особенно в 21 веке, когда брови должны быть густые и пушистые. Эффект пошел. Так, остальное стереть, это положить, шприц закрыть. А, вы знаете, еще что ж хотела? Еще не все. Я хотела еще вот сюда, где у меня тоже мимические эти складки. Намочим. Назад. На руку. Посмотрим, что будет. И, кстати, этот продукт не только для возрастной кожи, а вот именно если кому-то надо хорошо выглядеть, да, а у вас там что-то... Так, 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 так. После полета или после чего-то вы там отекли, или что-то у вас произошло, мешки под глазами или какая-то другая такая неприятность. Поэтому хорошо иметь для того, чтобы быстро приводить себя в порядок. Здесь типа итальянское золото, 24 карата, так и написано. Диуроновая кислота, та самая. В общем, большое спасибо компании за то, что они мне предоставили такую возможность попробовать этот продукт. Посмотрим. Тональник я буду использовать вот этот от Miluka, Ready to Stay, самый светлый номер 10. И все равно он мне темноват, то он реально очень хороший, напоминает мне Double Wear от Estee Lauder или вот ему подобные, от Revlon Color Stay, вот что-то такое, только этот стоит 45 шекелей. И здесь полный размер, вот 30, по-моему, тоже как и здесь. Здесь есть помпа. Слушайте, я выгляжу как привидение. Эта тоналка мне еще слегка темновато, вы же понимаете, да? Короче, куртка, кожная куртка Сигаль Декель для Crazy Line. И там под этим видео один парень пишет мне, что это за кожа такая странная. Напа, не знаю, такой кожи, для масс-маркета, куртки шьют обычно, там кожа свиньи, барана, там еще что-то, коровы. А это что-то такое непонятное, быть такого типа не может. Что это вообще за кожа такая? Я вам пишу, говорю, дорогой, во-первых, есть Google, наш любимый Google. Google есть, есть Яндекс, и поищите ну, напа, и вам все выйдет. Я говорю, слушай, не надо искать напу среди животных, такого животного нет. Напа, это способ выделки кожи, это не животное, не ищи его среди мира животных, не найдешь. Главное, знаете, такой умный, он еще перечислил, с чего шьет куртки для масс-маркета. Но напы там нету, нету списки напы. Вот и свиньи есть. Кстати, на удивление, Зара как-то привезла в Израиль куртку из свиньи, золотая куртка была из свиньи, я как сейчас ее помню. Прошлый или позапрошлый сюда? Позапрошлый, по-моему. То есть не прошлой зимой, а еще той. Вот, и сегодня он пришел ко мне на этот канал и написал мне, это у вас чашки окрашиваются, потому что у вас, опять же, знаете, масс-маркет, видимо, человек сам, весь Луи Витон, знаете, пьет только английский чай, который на идеальных индийских плантациях выращен. И он пишет, вот у него эта тема с масс-маркетом все время прям, он пишет, это вы дешевый чай пьете с красителем, поэтому вот такое вот у вас происходит, и чашки окрашиваются. Блин, я живу на Ближнем Востоке в пустыне, это кальций, это минералы природные, которые оседают на чашке, и, естественно, я вот сижу и думаю, какой умственно отсталый человек будет в чай добавлять краситель, когда чай сам является красителем. Но у человека есть идея, это дешевый чай, бабка какая-то ему сказала, он мне дальше пишет, потрите чашку соды. Я говорю, пусть твоя мама чашку соды трет, а я поставлю посудомоечную машину, и она у меня вся, знаете, отмоется сама. Ничего не надо тереть, просто надо чашки чаще мыть. А мне стрёмно, я вот беру утром и вечером, теперь не раз. Ну, как бы да, я раз в сутки меняю чашку, ну, потому что, ну, я хочу ей попользоваться, если я поставлю посудомоечную машину, я его верю через два дня только. Потому что у нас не такая большая семья. Руками я мыть не буду, ну, не буду я ничего терять. Ну, прям персик, прям молодой персик. Так, вы знаете что? А я, пожалуй, не буду сегодня консилер делать под глаза, вот не буду. Дальше тема, еще более потрясающая, я тут стала смотреть эту красивую девушку-блондинку из Италии. Вы, наверное, представляете сейчас себе кого-то другого, потому что у нас с вами очень часто понятия красоты разнятся. Ну, которая говорит, привет, привет, солнечная Италия на проводе. Блондинка такая, вздумляетесь, две девочки у нее. Короче, фея, и там у нее эти рога, слушайте, я, многих, кто у меня комментирует, и там вас тоже встречала в комментариях. И, короче, все с этими рогами. Уберите у нее какие-то олени, что ли, я в рогах не разбираюсь. Рога какого-то животного. И, слушайте, люди такие, нет, меня надо сначала зафиксировать, я вам потом все расскажу. Люди такое пишут про эти рога. Уберите рога из дома, счастья не будет. Не выйдите замуж, дочери не выйдут замуж, короче говоря, не видать вам счастья. Семь лет, потому что у вас рога в доме, у вас неохотничий домик, зачем вам рога? Ну, это еще ладно, это, знаете, такие, это моя любимая пудра от пупа, запеченная. Проходничий домик, это еще ладно фигня, это такое дело вкуса, кому-то нравится, кому-то меньше. Но, что меня больше всего удивило, это даже не суеверие, даже не суеверие, суеверие, потому что разные, я что-то и не слышала, суеверие, я уже совершенно к ним отношусь, знаете, равнодушно, это просто можно поржать и сказать, о, блин, дочери не выйдут замуж, если в доме рога. Конечно, рога очень сильно влияют на тех дочерей, это вообще капец. Но самое смешное, в том, что один человек написал, у вас в доме череп мертвого животного. Зачем вам это? И я ему написала, я говорю, вы знаете, а у меня дома шкуры мертвых животных, полный холодильник трупов животных, и самое печальное, что по утрам и вечерам я в тишине, сижу, я обгладываю кости мертвых животных, иногда даже в виде колбасы, потом надеваю шкуру, вот я сейчас смотрю, у меня здесь от Марджела висит шкура убитого животного, шкуру убитого животного одеваю, и все это у меня дома находится, все у меня дома находятся шкуры, и у меня даже есть изделия из костей, это вообще-то. Представляете, у вас дома череп мертвого животного. Я понимаю, еще и человек, можем сказать, у вас дома череп мертвого человека, да и то вряд ли кого-то этим удивишь сейчас. Настоящий, я имею в виду, скелет, даже, вы знаете, у меня мама врач, и в свое время в совочке когда это было, если я родилась в начале 80-х, значит, мама как раз закончила там, ну, это был конец, значит, конец 70-х, так, 75-76-й год, да, люди выкапывали на кладбище черепа, кости для того, чтобы дома их хранить и изучать, потому что у нас в Сибири прорваться в анатомку, иметь что-то свое, чтобы хорошо учиться, было тяжело, и поэтому вот таким варварством занимались студенты, а некоторые продавали, вот кто победнее выкапывал и продавал, тем, кто побогаче, чтобы дома можно было изучать это все, да, и ничего, держали черепа людей дома, да, ради медицины, ну, короче говоря, вот эта тема, что у вас дома череп мертвого животного, вот кто спрашивал, как я наношу пудру, вот так я наношу пудру по всему лицу, потому что, блин, иначе лицо очень-очень, у меня жирная кожа везде, у меня сейчас есть разные пудры для запекания, просто это от жадности, чтобы вы понимали, это от жадности, потому что, допустим, на лоб, вот иногда у меня лоб менее жирный, но вот эти вот места все у меня просто туши свет, я могу нанести пудру попроще и не с таким покрытием, потому что для меня важно пудра с плотным покрытием, потому что это покрытие, оно еще и дает хорошую, как-то называть, впитываемость жира, и шею, обязательно, потому что, как я сказала, и сиськи тоже, хотя я одену рубашку или что-то такое, закрытое, все, запудрили лицо и года не прошло, и короче, вот эти речи на тему того, что у вас дома мертвое животное, я хочу еще вот здесь чуть-чуть, и на тему того, что из-за него вот избавьтесь от рогов и жизнь пойдет в гору, неужели люди правда верят, что ты избавишься там от чего-то и жизнь пойдет в гору, вы знаете, это, наверное, из-за того, что люди не любят не любят винить себя в своих каких-то неудачах, да, они ищут всегда причины, рога виноваты, хвосты виноваты, еще кто-то виноват, всегда кто-то виноват, но я-то сам хорошенький такой, я сам суперкрутой, тональники я наносила, я вообще непривычно на такие видео снимаю, тональники я наносила своей любимой кистью от ELF, Ultimate Blending Brush, она такая здоровая, вряд ли кому-то подойдет, только у кого морда здоровая, остальным я могу порекомендовать вот эту Foundation Brush, тоже от ELF, она такая же, только она чуть поострее, вот кому морда не такая огромная, я, чтобы вы понимали, этой кистью усаживаю консилер, когда наношу под глаза, потому что для меня это подходящее, потому что, ну, потому что у меня лицо крупное, поэтому многие считают, кто видит обычно меня в какой-то объемной одежде и мое крупное лицо с большими глазами, что, соответственно, там тоже сидит вот такая вот тетя, нет, вот это то, что я есть, как бы, да, вот, это то, что я есть, здесь у меня еще штанцы, а то, опять же, напоминаю, я не с голой попой сижу, кто этот вообще миф создал, наверное, это те журналисты, которые показывали, что они там в шортах сидят, да, на эфире, типа, если видно только вот так, зачем надевать брюки, у меня сейчас чашка Германия, тут и Берлин, и не Берлин, все что хотите, она поменьше, чем те, что я люблю, но что-то те мне надоели, хотя у меня, так, нет, сначала контурирование, NYX вот такая палеточка, я много-много-много-много десятилетия, много лет искала, куда мне наносить средства для контурирования, пока я банально, у меня многие до сих пор тоже спрашивают, вы знаете, до какого момента я не могла найти эту кость у себя, пока я не посмотрела Ким Кардашьяна, она так хорошо показывает, где это делать, мне лично она объяснила, я смотрела до этого, до хрена каких-то роликов, все что-то объясняли, я не могла понять, пока она не показала, как она это наносит, тут я увидела, насколько это просто, вот не знаю, и банально, вот здесь у меня эта кость, и под нее это надо наносить, вот многие не понимают, вот она, вот и все, вот я реально только после нее, начала правильно это делать, не то что правильно, а не просто где-то, примерно где-то намажем, я реально поняла, где это место, куда это все наносится, я была настолько удивлена, что вроде бы, она вроде бы и профессионала, и не профессионала, потому что она в общем, дофига наверняка красится, и делает сама вот эту косметику, что я правда сама она делает, или наверняка ей там батарея людей помогает, но не в этом дело, дело в том, что мне мне нравится то, что она, это я сейчас более светлым делаю, что она может объяснить, как обычный человек, потому что когда объясняют визажисты, это ничего не понятно, это понятно тем, кто уже в курсе, когда объясняют простые люди, большая часть простых людей, Сами не очень понимают, что объясняют И я вам скажу, в общем, надо еще иметь талант Объяснять и учить других людей Многие, кто делают такие видео Они не очень талантливы в том, чтобы научить Они показывают на себе, и ты не можешь понять И вот я посмотрела у нее Как она делает контурирование И она настолько четко показала Где вот это, что и как Что с тех пор просто вот У меня никаких вопросов не возникает Дальше The Brow Girl, у меня любимая палеточка Вот такая Вам, наверное, не видно The Brow Girl называется Это, как ее зовут? Тоня Тоня C-R-O-O-K-S Крокс Тоня Крокс Какая-то визажист голливудский Сделала для бровей целую серию Я вам скажу, это офигенная серия для бровей В Израиле оно, я не знаю, есть этот сайт Еще представлен ли он в Израиле В Израиле Это сайт Филиза Он пришел как-то много Год, наверное, назад Полтора На израильский рынок Они мне прислали в пиар Там какие-то продукты И вот это Стало моим просто Must have Вот так вы видите Да, как оно называется Это у меня оттенок 0,2 Есть еще более светлые Более темные Короче, вот с тех пор Я ничем больше не пользуюсь Я думаю, уже видно Что вот этот темный Он больше всего затерт Вау, это суперкрутая фигня И, как вы понимаете Они не просили через полтора года Меня хвалить их продукт Просили передать с сайта Daniel Wellington Что продолжается Мой На новогодние наборы Мой Ксения Тильви DW Промо-код Вот на это, да, продолжается Мне будет очень приятно Если вы купите вот такой же набор Часов Браслет у меня Отдельно у меня часы И такой же коричневый браслет К ним я взяла Самый маленький размер 28 миллиметров Как я предполагаю Да Очень круто Я планирую Сделать отдельное вообще видео Мне есть очень много Из чего сказать По поводу этих часов Короче говоря Это просто Эти мне нравятся Вот Буду вам благодарна Так что Они просили вам передать Я вам передаю Эти не просили уже давно Ничего передать Поэтому поверьте Палетка крутая Они про меня уже наверное забыли А я про них нет Потому что Палетка реально крутая Так 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 Рисуем брови У меня тут один человек спросил Трудный ли язык иврит Я не знаю Что я вдруг вспомнила Про иврит А я знаю Что я вспомнила Про иврит Я вспомнила Что Про часы Потом вспомнила Что мои приятельницы Элины Вы помните Такая блондинка У нее есть такие же часы Только побольше И потом я вспомнила Что у нее канал На ютюбе Где она говорит на иврите Ну она в общем Говорит на иврите Но она тоже и на русском Говорит Но она канал идет на иврите Вот она потихоньку Начинает там И я вспомнила Что есть люди Которые меня спрашивают Где можно посмотреть Видео на иврите Я вам оставлю ее Видео внизу Если не забуду Если забуду Напомните И соответственно Я вспомнила Как меня спросили Долго ли я училась Иврит И сложный ли язык Иврит Вы знаете Я до сих пор учу иврит Для меня иврит Самый сложный язык Потому что у меня вообще Нифига нету Таланта к языкам Хотя нет Вы знаете Я вам сейчас объясню эту фигню Я очень творческий человек Очень Поэтому на русском языке Я очень хорошо говорю Очень плохо пишу Потому что Во-первых Я дислект А во-вторых Я Это как стихи писать Понимаете Ты можешь хорошо писать стихи При этом не уметь петь Вот то же самое Для меня хорошо И грамотно разговаривать И слышать Где ставить правильно ударение Это скорее талант Какого-то музыкального слуха Чем грамматический Мне нравится правильно говорить На русском языке Я это очень ценю От других людей Когда слышу Правильную Грамотную речь Хотя я сейчас у себя Слышу тоже У меня очень много Проскакивает Я сама Когда говорю Не слышу Но когда пересматриваю Свои видео Мне иногда кажется Что это просто Жуть-жуткая Как я говорю Но я стараюсь Исправляться Но все равно За этим очень тяжело Уследить Иногда какие-то ударения Неправильно Вот недавно я Делала сториз Да И не могла вспомнить Не то что не могла вспомнить Я сказала Крошится или крошится Печенье Конечно крошится Правильно Крошится Это уж наверное Может быть где-то На древнерусском Каком-то И так и говорили Короче говоря И для меня Языки Это исключительно Творческий процесс Как музыкальный слух Понимаете Да Ты не можешь Научить человека Музыкальному слуху Он у тебя Либо есть Либо ты можешь Его научить Механически Как петь И так далее Я говорю грамотно Потому что я У меня музыкальный слух К языкам При этом для меня Изучать Правила Правила По которым Надо это делать Для меня изучать Какие-то вещи Которые Вот эти корни На иврите Мать моя женщина Это просто Для меня Все убийство И еще Вы знаете Что для меня В иврите Является Мегаубийством Потому что Никто не говорит правильно В русском языке Ты хотя бы можешь Найти вменяемых людей Которые говорят правильно На иврите Никто не говорит правильно Не потому что Все такие дебилы А потому что Уже понятия правильно Нет Потому что Есть как бы Изначально Как это должно быть В литературном Скажем Языке Но в повседневной жизни Никто тебе не скажет Не знаю Хамешасархузэнаха Ты скажешь просто Хамешсарахуз Правильно Это неправильно Все говорят так Каждого Кто говорит так Переправляют Нет конечно Чего так и не говорят Смешивают так И сяк И разные слова И Балин И поэтому Ты такой сидишь Я часто об этом говорю И слово Ле-роз Ле-роз Запаковать Люди говорят Ла-роз И когда я говорю Ле-роз На меня смотрят Как баран на новые ворота Я не понимаю Чего я хочу Поэтому Это полный капец Для меня Иврит является полным Кошмаром До сих пор И ну я Конечно Очень хорошо говорю В общем-то У меня нет с этим Никаких проблем Но Для меня проблема Существует в том Что я не могу Ловить Своим музыкальным слухом Правильное звучание Потому что У тебя какая-то Какофония Постоянно вокруг Это даже не джаз Это я не знаю Даже что Это просто полный Какой-то кошмар Хотя наверное Наверное и джаз Потому что Все-таки есть в этом Своя музыка Я каждый раз Когда на своем канале СМР На еврейском Что-то говорю Я мужу говорю Я должна себе Я должна принять себе Свои нормы речи Потому что Я хочу все время Говорить одинаково И С другой стороны Говорить суперграмотно Это будет тоже всем мешать С третьей стороны Говорить все время неграмотно Тоже будет мешать Говорить один раз так Один раз так Это дебильный Каждый раз Когда я сижу Рассказывать Про какую-то скидку Сторожно Рассказывать Про какую-то скидку На еврите Вот эти вот Склонения Спряжения Умножительные Ласкательные Все эти Которые все говорят Как попало Я сижу и думаю В какой же форме В этот раз Это родить Потому что Комфортно С английским языком Разговариваю я на нем Знаете Очень мало Потому что Ну Так Что я буду На глаза красить Давайте сегодня Сделаем этим же бронзером Раз мы уж так долго Сидим с вами Болтаем Я вам не показала Чем я делала Да Вот это А я не знаю По-моему Чем я это делала Где-то кисть Куда я ее делала Она только что Была здесь Вот она Она От Эльф То что я делала Контурирование На ней ничего нет Вот такая вот кисть От Эльф Не знаю Для меня очень удобно Беру свою любимую Кисть От Эйчинэм Лардж шагни браш Обожаю ее У меня еще есть Медиум Еще у них есть Смол Но смол Это совсем не для моих глаз Она слишком мала Мой любимый макияж Опять же В последнее Очень много времени Просто Берете Кидаете кисть Куда-то подальше Потом ее полчаса Ловите И макияж готов Шутка Я наношу Бронзер Который я использовала В этот день У меня их много Про это тоже Скоро будет видео Навеки Чтобы слегка Затемнить Глаза И все Потом Если мне надо Это очень удобная фигня На нижний век Я тоже наношу Потому что Если мне надо Куда-то потом На вечер выйти Типа Вы когда-то видели Меня вечером С какими-то Раскрашенными глазами Потому что Ну как-то Во-первых Вечером Вот это большая ошибка Кто думает Что вечером В ночном клубе Или где-то На какой-то презентации Кто-то разглядит Ваш макияж Да ни хрена Никто не разглядит Потому что Там всегда темно И ничего не видно Даже если ты придешь Не накрашенный Вообще И просто с красной помадой И будет уже офигенно Никто не будет видеть Что ты там Три часа Убивался За этот макияж Поэтому Если мне надо В общем Для какого-то Мероприятия Подкрасить глаза Посильнее Всегда на эту базу Можно нанести Все что угодно Хотите стрелки Стрелки я тоже не делаю Совершенно Это не мое Но я могу добавить Либо чего-то блестящего Либо другого цвета Либо что-то зеленого Либо что-то черного Такого Ну очень много вариантов Есть и для меня тоже Все Теперь беру кисточку Та, которая медиум Она Поменьше Надеюсь у меня не осталось На носу ничего И На нижнее Века Наносим Да, я вам не сказала Вот этот тюбик С этим кремом Стоит 500 Что-то 500 Что-то шекелей 540 что ли Я вам гарантирую Если вы знакомы С тем продуктом Про который я Говорила Что мне он не понравился То поверьте мне Вам понравится этот Потому что этот Не наносится Розовым акрилом Под глаза Вот реально Он Ну вы видели Он легкий Хорош Вот я его нафигачила И прямо я Довольна Можно было даже Чуть-чуть пониже Чтобы как-то С таким треугольником Как консилер Ну короче говоря Только мы Попозже сможем С вами рассмотреть Что где Видно Потому что Когда макияж Только нанесли Оно все равно Так На нижнее веко На мазюкуле Давайте Румяна Они у меня здесь Сегодня у меня будет В качестве румян В качестве румян У меня Pure Color Blush 17 номер Wild Sunset Shimmer Ну видимо Wild Sunset Типа они Шиммерные От Estee Lauder Румяна Я им давно пользуюсь При этом здесь Запакованная кисточка Очень характерна мне Универсальный На мой взгляд Соломоновый цвет У меня их Три есть разных Не именно этих А разных Одни такие У меня есть Суперлюбимые От Clinique Одни у меня есть От Как она называлась Эта компания Я не помню Какая-то английская Компания В которую Вы так вставляли В палетку Не помню Тоже кстати С этого сайта Фелиза Не помню Вот позорище И теперь Румяна Что я много набрала Что-то у меня здесь Чужая вша Заблудилась Надо ее выгнать Знаете что я забыла Я вот чувствую Что я это забыла Хайлайтер возьму Отсюда Он немножечко Здесь такой Крупноватый Но Я люблю Когда у меня Кончик носа Блестит Мне многие говорят Ой Переборщила с хайлайтером Кончик носа Блестит Мне нравится Знаете что мне еще нравится Мне нравится Когда у меня Кончик носа Розоватый Мне нравится Кому не нравится Не делайте себе Главное чтобы мне нравилось И Как мне одна дама Написала Помните там Вы наверное не помните В прошлом году Мы с Иланой Что-то в каком-то магазине Хайлайтеры Тыкали Она говорит Хайлайтер для Я даже не помню После какого возраста Она сказала Ну скажем После 30 Это для женщин Табу Идите ей рожать Можно только до 20 А потом уже табу У нас никто не рожает Вообще до 30 Потому что это типа А нафиг надо Рано Я знаете что еще не сделала Я не сделала еще туш Вот сейчас лицо Выглядит вменяемо А то где-то розовое Где-то Какое-то Метеориты Это офигенная Фигня Для меня она И must have И в то же время Как бы Знаете Такой must have Который Не надо 20 штук Вот поверьте мне Вам не надо У меня про это тоже Будет отдельное видео Это реально Классный продукт Но я не понимаю Людей которые Их Скупают Тоннами Ну и ладно Какие-то сумасшедшие Коллекционеры Но в общем Если вы их любите И думаете Что одни вам дадут Что-то другое Чем То что у вас есть Фигня Не дадут У меня их дохрена И Я думала что дадут И поэтому Купила И поверьте мне Не дадут Не тратьте Зря деньги Ну вот Так На нижние ресницы Опять же Экс Чтобы они были здоровы От Мак Экстендед Плей Лаш Туш И Бобби Браун На верхней Eye Open Маскара Наносим Это Почему она мне нравится На нижние Я ее как-то Я вам рассказывала Сто лет назад Получила в пиар Тонкая очень кисточка Именно для этого Она создана Можно наносить На верхней Я когда была за границей Последний раз В Праге По-моему Я была с мужем Да И мне там Я положила себе Я положила себе В сумочку Для поездок Тушь от Арифлейм Красную Мне ее приятельница Подарила И это было Это была Катастрофа Это была Катастрофа У меня начали Немножечко Ну там было прохладно Слезятся глаза И у меня слегка Вот здесь вот От этого обычно Я знаю себя Я знаю как у меня бывает От холода слезятся глаза Я знаю что ничего страшного Обычно не происходит Но эта тушь у меня Размазывалась Вот такими вот Я когда села там В Старбакс У меня знаете Волосы в жилах застыли От того вида Как я выглядела Я ее сразу выбросила И пошла там в Мак Купила себе еще одну такую И на нижней И на верхней Она подходит Но лучше всего на нижней Потому что у нее Идеально маленькая кисточка Для нижних ресниц Можете их хорошо прокрасить Она хорошо увеличивает Так слегка объем Длину И длину слегка И просто супер удобно И самое главное Она не капли Никогда Не при каких Ну конечно Если вы там будете плавать И попадете под ливень Наверняка она размажется Но вот у меня Когда глаза слезятся Или что-то Никогда она не дает Мне никаких проблем Поэтому для меня Это очень важно На верхние ресницы Я же могу уже наносить Там все что угодно Любой кисточкой И даже не очень надежную В этом плане тушь Потому что с верхних ресниц Она мне и не осыпается особо И не размазывается Ничего Вот нижние Я люблю их красить Интенсивно Прям так Супер интенсивно Я не понимаю Макияжа В которых нету Нижних ресниц Для меня Эта эстетика Непонятна Но наверное Не знаю Короче Мне непонятно Как я не пытаюсь Это понять Мне блин Это непонятно И теперь Вот это Вот Вы видите Вы видите Это щетка для обуви Посмотрите По сравнению с этой Видите Разницу Да О Щетка для обуви И кисточка для нижних ресниц А вот щеткой для обуви Кстати Вот это еще тушь Может быть Знаете Для кого Кто любит Сделать сначала У кого совсем такие тоненькие реснички Сделать базу И потом Из этой базы Уже выруливать На большую Какую-то Вот такую тушь Да Вот это будет Очень хорошо вам от мак Чтобы прокрасить сначала Чтобы все это подсохло И потом уже накручивать Какую-то драму Как вам будет это нравиться Чтобы побольше Да У кого ресницы сразу Потому что вот эта тушь Она очень такая Ваксовая Очень такая прямо Знаете Ну Eye opening mascara Вы же понимаете Она очень такая Грандиозная Бомбическая Вот И Мои ресницы Ее конечно без проблем Выдерживают без всякой базы Но я думаю Что не у многих Это получится Поэтому Рекомендую Но она зато вам сделает Не то что длинные Вот была тушь от Caroline Она и сейчас есть Bolt Не скини болт А просто болт Она делала просто До бровей Она делала потрясающе Длинные ресницы А это делает В общем вам Эффект накладных ресниц Та тоже делала Та делала больше За счет того Что у нее такие ворсинки Она как бы их Надстраивала вам Те реснички Они у вас получались Офигенно длинными А это Просто вам как-то Бомбит полностью Все ресницы И получается Классно Кстати у меня дома сейчас Никому нет Сегодня один день В неделе Когда муж с утра Преподает Преподает В смысле Не у нас в клубе работает А преподает В школе В школах Есть такие частные направления Когда Берут учителя Даже не учителя А человека Который Преподает Какой-то Ну вот как у нас Там дзюдо И он проводит В рамках Школьных занятий Уроки Дополнительные На тему спорта Правильного питания Там всяких Других вещей И родители За это платят Отдельно И в такие моменты Когда учителя Узнают Сколько Мы зарабатываем На этом Им просто хочется Рыдать Но они не могут Рыдать Они могут Они не могут Этим работать Потому что Ну как бы Потому что Все-таки Это Тебя должна быть Какая-то Как это правильно сказать Ты в это время Работаешь учителем Ты не можешь в это время Работать где-то в другом Если ты не будешь Работать учителем Ну как бы Два раза в неделю Ты будешь подрабатывать Зарабатывать Пол своей зарплаты А остальное Что ты будешь делать Это могут люди У которых Как бы Свои какие-то Профессионально-спортивные Направленные Или неспортивные Там есть разные Есть электроника Есть все что хотите Тогда человек Может освободиться В то время Когда Во время школьных уроков И давать Вот эти Полтора часа Именно свои Какой-то Дополнительной дисциплины Как дополнительное развитие Для детей Чтобы расширить им Кругозор Мне кажется Что это офигительно Офигительно Круто Вот реально Мне кажется Что это классно Когда человек Может дополнительно Что-то узнать Или про спорт Или про это Но там каждый сет Не обязательно всем В одно и то же Там набирают классы Там набирают по спорту Класс Там еще почему-то Еще у нас набирается Каждый год замечательно Огромный класс Все с удовольствием идут Ну потому что Людям интересно И дзюдо И спорт в общем И кстати Очень много девочек Ходит тоже Класс Вот Короче Макияж мы завершили Давайте я подумаю Что у меня будет сегодня В качестве помады Чем напомадимся Давайте напомадимся Банально Моим любимым блеском От Estee Lauder Я ненавижу Я эту историю Вам рассказывала много раз Повторю еще раз Я ненавижу Блин блески Это Pure Color NY Может Не NY Может Envy Я не знаю Надо почитать Как это правильно произносится Потому что Позориться Так хватит 340 У меня их несколько Самый темный Я отдала Мелисе Потому что Он не очень красивый В плане того Что он полупрозрачный Такой знаете Местами кусочками Непонятно чем Она дома мазюкается Классно Кукол красит Вот Ну вот этот И у меня еще есть Более светлый 420 Который у меня Вообще наполовину пустой Они суперкрутые Да Я сегодня 420 Более светлым Намажусь Я его просто Обожаю Он ко мне попал В прошлом году С этим чемоданом Бьюти боксом И я еще поругалась Думаю Нафиг мне блески Я их терпеть не могу И так подсела И все люди Которые меня видят С этим блеском Когда я его нахваливаю Да Говорят Чего зря нахваливаешь Можно в одном блеске Говорят блин на тебе Он так хорошо смотрится То же самое кстати С этими часами Вот то же самое Многие люди говорят Ой я их видела На сайте Там в инстаграме Ну ничего Такие часы Ничего особенного Поверьте мне Если вы посмотрели На сайте Или в инстаграме Сказали что ничего особенного Вы их купите Получится в жизни Вот я вам гарантирую У вас челюсть отпадет Вот так было со всеми Кто заказал Или Кто у меня их увидел Они в жизни Выглядят намного круче Чем они есть На сайте Инстаграма Где бы там не было И мне очень понравились С железными ремешками Они с этими ремешками НАТО С НАТО Они как-то Не знаю На мой вкус И выглядят стрёмно А если вы ищете Вот красное золото Или Серебро Или чёрный Обидно что у них нет Жёлтого золота Я взяла ещё С желтым золотом Потому что есть красивый браслет С камушками С желтого золота Не с камушками С желтого золота А с камушками А с красным золотом С желтым золотом А можно попробовать Потому что ничего Ну короче говоря Вот всё Я сейчас как вспомню Зубы сейчас свои Вам показала И вспомнила Что мне надо выдёргивать Восьмые зубы Если бы вы выдёргивали Восьмые зубы Напишите мне Насколько это трагично Потому что они мне Сдвигают остальные зубы Их надо выдёргивать И остальные надо Уже будет выравнивать Потому что они только что Доросли до уровня Что их надо выдёргивать Уже можно Не вырезая их выдёргивать Короче это полный капец Я как это представлю У меня муж выдёргивал Он не помнит Как это было Поэтому если вы помните Расскажите мне потому что мне надо выдергивать да сверху, два снизу, иначе они мне полностью все зубы во рту превратятся в такую кучу зубов в центре, но я очень этого боюсь, но боюсь, но я всегда делаю так вещи, я так ребенка родила, думаю, ну все же как-то сделали, ну ничего, я как-то сделала, да, это, наверное, очень хреново неприятно, полная фигня, роды никто не обещал, чтобы они были прекрасными и приятными, думаю, ну ничего, мама меня родила, бабушка родила маму, все как-то кого-то рожают, я рожаю вообще в Израиле в 21 веке, все будет нормально, я как-то, знаете, не парила, да, было хреново, больно, неприятно, жутко, но ничего, все нормально в конце, в конце ты имеешь классного ребенка, у тебя все супер, поэтому я не понимаю людей, которые боятся родов, например, с зубами понятно, знаете, в чем с зубами проблема, ты не получаешь взамен этого корячения ребенка прикольного, ты ничего не получаешь, ты выдернул зубы, ты еще лишился зубов, поэтому я такая сижу, думаю, блин, как не хочется корячиться, и потом же надо это продолжать, потом надо пойти к кортодому, чтобы он все посмотрел, чтобы он решил, что надо куда-то менять, о, вселенная, о, вселенная, я даже боюсь об этом думать, максимум один день вы меня, вы меня увидите с брекетами, потому что я наконец выдернула свои восьмые зубы, короче, или с инвизионами, с этими прозрачными капами, потому что, потому что восьмые зубы делают нехорошую работу, и я боюсь их выдернуть, так что, пожалуйста, смотивируйте меня выдернуть восьмые зубы, я вот вас мотивирую на одно, на второе, на третье, вот меня кто-то бы смотивировал выдернуть восьмые зубы, и не бояться этого, все, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, волосы, ничего так сразу прямо, хотела сказать, на 20 лет помолодела, нет, не помолодела, моя цель, когда я делала макияж, не помолодеть, а просто выглядеть одетой, я вот так, понимаете, вот в майке и в леггинсах из дома не выхожу, соответственно, с голым лицом я тоже из дома не выхожу, просто потому что это вид не слегка не одетый, не прибранный, я люблю выглядеть прибрано, красиво, сияюще, доставлять себе, в первую очередь, удовольствие. Напоследок еще хотела вам показать, как выглядит конечный результат, я не знаю, как вам те районы, куда я нанесла этот продукт. По-моему, выглядит лучше, чем обычно. Все, большое спасибо всем за внимание, не забывайте поставить лайк этому видео и заглянуть ко мне в инстаграм, к серии телевизор в инстаграм, всем пока-пока.